Здравствуйте, это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И у нас сегодня, как всегда, по воскресеньям военный эксперт, военный лётчик, полковник запаса, полковник ВСУ Роман Светан. Роман, здравствуйте. Желаю здоровья. Не забывайте, пожалуйста, господа, подписываться на наш канал, как всегда. Не забывайте делиться этим эфиром, не забывайте ставить лайки. И несмотря что главное – это бахмут наступления вооружения, я не могу, тем более что как лётчика, не начать, понятно, вопроса про этот беспилотник рипер американский, который зачем-то сбил Путин. Скажите, пожалуйста, как это произошло и зачем он это сделал? В своё время, когда РУС сел в Москве, мы учили курсантов на Л-39, на Альбатросах, Чехослованске. Самолёт хороший, истребитель, штурмовик, учебный, учебно-боевой, две точки подвески, можно было вешать бомбы стокилограммовые, можно было УБ-16, УБ-32, блоки Нурсов. И вот нас тогда, мы инструктора, то есть мы выполняли задачу по полётам с курсантами, но, тем не менее, нас посадили на боевое дежурство. Это Конотоп, это север Украины, как раз третий рубеж обороны Москвы. Высадили всех на боевое дежурство, ну не всех, кто подготовлен был, уже лётчиков первого, второго класса, и начали учить, и третий класс начали учить, как правильно сбивать летательные аппараты, которые сбивать нельзя. Гражданский самолёт, его надо посадить или, по крайней мере, сбросить, чтобы он сам разбился. Ну и, естественно, тогда ещё беспилотников, которых не было. Вот такие вот эти цесны, их легко довольно-таки сбивать, не имея средств поражения, даже не имея средств поражения, реактивной струёй. Сзади подходим, подходим под брюхом максимал и уход вверх перед носом самолёта или беспилотного летательного аппарата. Реактивная струя, такая довольно-таки страшная вещь, когда в неё сразу попадаешь, вот перед носом, когда это реактивная, закручивает самолёт или беспилотник так мощно, что сбрасывает в штопор, то есть сброс потока с крыла сразу идёт и разворачивает по стрелке, по которой движется сама струя. Я пару раз сам попадал в групповых полётах в реактивную струю, так получилось, бросала, ну, вверх ногами сразу в 3 секунды там бочка рядом не стояла, еле самолёт удерживал. Так вот, таким, именно таким способом пытались россияне сбросить этот самолёт. Была поставлена задача уничтожить беспилотник без применения бортового оружия. А потому они пытались реактивной струёй спереди, ну, спереди не получилось, то есть в переднюю полусферу выйти точно довольно-таки сложно. Пытались и сзади подойти правильно, ну, вот, больше десятка попыток, и, я так понимаю, и не получилось. То есть либо жилторотики, либо не понимали, то есть никогда не учились этому, либо ещё какая-то другая причина, ну, вот, не получилось у них. Хотя манёвр очень лёгкий. Получилось где-то, может быть, уже под конец второго десятка этих попыток. Хотя, я что-то думаю, уже сами начали отворачивать, там как-то не справились с управлением самого беспилотника, тем более был повреждён винт, то, скорее всего, по одной из попыток всё-таки зацепили либо рулём направления, либо балкой под пилоном. Так же можно было пилоном зацепить, ну, очень сложно, но можно. И балки на пилоне висят иногда, если подвесы идут, то можно было и балкой зацепить по винту, и дальше уже беспилотник ушёл. То есть выполнили задачу без использования бортового вооружения, они всё-таки этот беспилотник запинали. Ну, а дальше уже подрыв, удар или взрыв, это уже всё уже, только американцы знают. Ну, сейчас будут его там с почти километровой глубины попытаться достать. Зачем они это делали? Скорее всего, нужно было спеть песню «Позвони мне, позвони». Сразу же Остин с Шойгу, то есть сразу же пошли звонки, контакты между Остином и Шойгу, которых не было, ну, наверное, с полгода, с октября месяца, по-моему. Крайний контакт был у них в октябре месяце. Очень сильно что-то надо было Шойгу уточнить у Остина, предложить Остину, обменять у Остина, ну, не знаю, то есть нужен был какой-то контакт, то есть нужен был контакт для того, чтобы выполнить вот этот переговор. После, кстати, этого переговора сразу же собралась, по-моему, на следующий или через день собралась уже широкий круг участников и американцы, и наши генералы, практически чуть ли не все, был онлайн онлайн-совещание. Потому, я думаю, что-то интересное Шойгу или предложил, или пытался как-то разлить ситуацию. Оптимальный вариант сейчас россиянам попытаться выйти из Запорожского и Херсонского направления и выйти так же, как они уходили с правого берега, так же, как они уходили с севера Украины, из-под Киева и Сума, и даже с Изюма. То есть выйти так, чтобы не сильно было больно. Я думаю, этот один из моментов как раз проговаривался. Посмотрим по действиям. То есть если в ближайшее время мы увидим исход россиян с Запорожского и Херсонского направления, то, наверное, скорее всего это предложение и было. Ну и приезд перед СИН надо было обязательно показать круть, хоть какую-то круть. Ну вот они показали и тут же приезд двойника Путина в Крым подсветил эту подачу. Потому что здесь, наверное, решали два вопроса. Первый и второй. А какой смысл Шойгу отходить? Потому что ясно, что все то оружие, которое накоплено для наступления украинскими войсками, тогда оно будет использовано условно говоря не для освобождения Запорожского коридора, а сразу прямо для удара на Крым. Какой смысл-то? Ну, вот так как раз и смысл, потому что если все вооружение, которое сейчас передается, оно будет использовано точно для освобождения Украины и выхода на госграницу, то если оно сразу будет использовано по Запорожскому и по Херсонскому направлению, то будут очень большие потери у российской армии. Она будет просто разбита и все равно придется уходить, убегать, то есть это уже большой удар, а в Крыму они могут попытаться, по крайней мере, запечататься в Крыму все-таки одно дело 600 километров фронта, убегать 600 километров фронта, и другое дело несколько десятков километров запечатать в Крыму эти три входа, Рабацкую стрелку, Чангар и Перекоп. Здесь есть очень военный смысл, однозначно есть. И я начну со статьи в Вашингтон-Пост и даже более того с судьбы комбата Купола, Купол-позывной, имя Анатолий, 46-я бригада, который, насколько я понимаю, сейчас покинул ряды ВСО, не по своей воле, сначала его понизили, потом он уволился, по состоянию, по крайней мере, на сегодняшний момент. И напомню, что он в интервью Вашингтон-Пост сказал, что его бригаде очень плохо в Бахмуте, что у него необученные новобранцы, которые буквально бросают оружие и бегут, что это гигантская разница между обученным и необыченным солдатом. И потом еще журналист Юрий Бутусов добавил, что из 500 человек, которые изначально были в его батальоне, простите, я сказала бригада, я оговорилась, извините, господа, из 500 человек, которые были изначально в его батальоне, 100 погибло, 400 ранено так или иначе. И эти слова, конечно, произвели большое замешательство, и все их обсуждают, и самый первый вопрос, это правда ли, что он сказал? Ну, об этом только он знает, может быть, Юра еще знает, если он непосредственно контактировал. Просто в армии есть два таких диаметрально противоположных понятия, положено и не положено. Вот в армии положено сейчас озвучивать определенные моменты, связанные с оперативной обстановкой только пресс-службе Министерства обороны и Генштаба или пресс-службам направлений. И не положено выносить любую информацию, оперативную, еще раз повторяю, оперативную информацию людям, которые допущены к этой оперативной информации, естественно, все военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, они участники оперативной информации. Так вот, не положено выносить эту информацию ни в какие информационные контакты, информационные площадки. Сейчас, после того, как было введено военное положение, естественно, включился механизм мобилизационный и выключился механизм призыва на срочную службу. Но у нас сейчас полностью выключен режим призыва на срочную службу предполагаемых военнослужащих с 18 и до 27 лет. 10 лет самой драйвовой, самой лучшей жизни, тогда, когда человек может действительно выполнить очень большие боевые задачи. Ну, я в 18 начал летать на истребителях, в 27 я был командиром призывать, не призывать, их нельзя на срочную службу вызвать, призывать, и их нельзя призывать по мобилизации, если они не служат. На контракт никто не хочет идти. то есть, есть моменты, которые связаны с контрактом, не все собирают туда уходить. Минус нуля. Самый цвет, еще раз покажусь. Дальше, очень много предполагаемых военнослужащих сейчас на спецучет. Причем, это мотивированные и профпригодные, это очень важно. Кстати, может быть, об этом как раз Купол говорил, просто он со своей точки зрения, с точки зрения командира батальона, я вот, допустим, если с точки зрения начальника центра комплектации, скажу, у меня просто очень много военкомов, друзей, еще лет, наверное, 30-40 в контакте, и вот сейчас всех практически знаю, которые в округе, все на контакте, вот, мотивация, профпригодность для службы в армии, мотивация, есть только, сейчас осталась только у, реальная мотивация, осталась у госслужащих, потому что они получают определенное финансирование из государства, они мотивированы в этом смысле. А дальше профпригодность, что такое профпригодность, человек, не каждый человек может выполнять определенные действия с оружием, один из сотни реально может, ну, максимум, там, один, там, десять из сотни могут попробовать, ну, реально выживет и будет хорошим воином, один из сотни, один из тысяч летчиков, может быть, истребителем, то есть здесь вот такие моменты есть, а вот профпригодность тоже, тоже проблема, так как для того, чтобы вычислить профпригодного человека, для него провести надо определенные тесты, его определить, вот летчиков наших взяли в штаты проверить определенную профпригодность, то есть это целый процесс, так вот этот процесс прошли люди, которые служат в министерстве внутренних дел, в определенных структурах охраны, у нас их сотни тысяч человек, они на спецучете, их военкомы не могут призвать, они на спецучете, они выполняют какие-то задачи, и они полностью выпали, мотивированные профпригодные, третий вопрос, очень много сейчас появилось брони, брони, извините, я прям не поняла, я просто не поняла, они на спецучете, они воюют или нет, они готовятся воевать или нет? нет, не готовятся, они выполняют, ну, что делают, леденцами махают на дороге, а что они еще делают, палками, если это по-русски, этими гаишными, ну, вот, выполняют определенные задачи, конечно, не воюют, сотни тысяч человек, мотивированных, профпригодных на спецучете, их даже призвать нельзя, то есть, они закрыты вот этим спецучетом, и попасть на вооруженные силы Украины просто не могут, и плюс еще у каждого военкома лежит пачка распоряжений Кабмина об определенных категориях, попадающих под броню, каждый день она увеличивается, у нас уже АТБ, ну, ваша, типа, пятерочка российская, они уже все от уборщицы до, скорее всего, хозяина АТБ, они так же прикрыты, ну, вот, и так, и так это везде, то есть, военкомы поставлены, ну, в очень тяжелые условия в режиме, вот, именно, выполнения своих задач, потому, они их все равно выполняют, то есть, они работают в режиме повесток, призывают, а вот дальше идет подготовка, вот, призывают, получается, как раз, не мотивированных и не проф, и может быть, даже не профпригодных, потому что профпригодности, для того, чтобы определить профпригодность, иногда надо не одну неделю, а то и месяц, потому попадают, однозначно попадают в этот весь комплекс мероприятий, попадают люди, которые не должны быть в армии, и я уверен, что однозначно эти люди, в конце концов, проходя все этапы подготовки, они все равно не профпригодны, они не были профпригодны, им все равно, какую подготовку не давай, если человек не может стрелять, он стрелять не будет, если человек не может летать, он летать не будет, он просто, когда летать не будет, он разобьется, вот я курсантов списывал, ну, просто видно, что человек не видит земли, точки выравнивания, высоты выравнивания, теряется. Ну, есть моменты, которые понимают, что человек просто не может летать по своим генетическим параметрам. Вот так же самое есть люди, которые не могут стрелять, они не могут воевать. Их как ни учи, просто этому не научишь. И вот такие люди иногда могут попадать и в вооруженные силы, и могут, естественно, а попадают к кому? Попадают к комбатам. Командир батальона Батяня, он отвечает в основном за личный состав, за подготовку, за управление процессами. Как раз именно комбат, это, наверное, самый центровой сейчас, да, и не только сейчас, он и раньше был. Комбат – это тот человек, который все видит, все знает, все отвечает и всех готовит. Потому он-то как раз может точно сказать, какие есть проблемы. Почему у нас сейчас такого нет? Это вопрос уже к введению военного положения. Военное положение не было введено ни в 2014 году, ни в 2015, ни в 2019. Оно было введено на второй день только после широкомасштабного захода россиян. А что такое военное положение? Разворачивание армии по штатам военного времени – это как раз то, что надо вводить, согласно той же Конституции, как только есть угроза какого-то военного вмешательства. Об угрозе начали говорить еще за год, наверное, до 24 февраля прошлого года. Абуданов об этом звенел, наверное, каждый месяц. Разведка работает, и работает она довольно-таки хорошо, наша военная. Потому вот эти все проблемы, они привели, в конце концов, к тому, о чем мог сказать, допустим, комбат. Любой комбат. Это не только этот человек. Любой комбат об этом скажет. А именно комбат и скажет. Так как именно в основном на комбате, еще раз повторюсь, практически все висит. Сейчас мы обсуждаем не общую стратегическую ситуацию, а ситуацию конкретно в Бахмуте. Это, на самом деле, во-первых, ровно то, что мы с вами обсуждали на прошлой неделе. Потому что мы, конечно, обсуждали в общих чертах. Мы не говорили, сколько людей умирает на Земле. Но можно было себе представить из нашего обсуждения, что происходит. И второе, это ровно то, что мне говорили люди, когда они говорили, в Бахмуте идет размен. А при этом заложный действительно, ну, пока туда не зашли силы СССР, мы сейчас это обсудим, действительно отправил туда не самых подготовленных солдат. Ровно потому, что самые подготовленные солдаты в этот момент в другом месте готовились к наступлению. И весь смысл Бахмута был дать им время подготовиться к этому наступлению. Так что это очень жестоко, это размен, но это война. То есть, вот это так или не так? Вы с этим согласны? Не только заложный. Все командиры, которые выполняют определенные задачи, они оперируют определенными силами и средствами, которые у них есть на данный момент. Вот, отправили тех, кто были и которые должны были там быть. Кто-то был недалеко, кто-то мог выполнять определенные задачи. Вот вывели мотострелков, вывели, допустим, не из-за того, с техникой, не из-за того, что из Бахмута, что они не могли воевать или... И просто выводили части, потому что туда должны были уже заходить для городских боев. Другие части подготовлены как раз для выполнения городских боев. Происходила ротация. Используются те части, которые есть в управлении. В это время, если кто-то обучается, однозначно ни один батальон, бригада, ни одна десяток тысяч человек сейчас обучаются на полигонах как раз и для наступления, в том числе и проходят общее обучение. То есть есть целый процесс, запущенный, целый маховик подготовки, в который вовлечены десятки стран, полигоны десятков стран. У нас, кстати, та же проблема, что и у россиян определенная узкая горлышко в мобилизационной системе. Мы можем подготавить какое-то количество человек, но не более того. Россияне вышли с этой проблемой, используя несколько полигонов всего лишь в Белоруссии. То есть там, по-моему, четыре полигона используются, не более того, больше просто нет. А наши войска учат несколько десятков стран на своих полигонах. Несколько десятков полигонов используются для подготовки личного состава украинских войск. И это как раз идет по плану. Здесь в этом плане нет как такового бахмута. Потому сказать о том, что там размен или обмен, или какое-то затягивание, нет. Здесь прямой связи нет. Это просто выполняется задача, исходя из той обстановки, которая есть на данный момент. Потому о размене тут, наверное, не стоит говорить. А вот, собственно, что за эту неделю изменилось в Бахмуте? Потому что когда мы неделю назад говорили, как раз мы говорили о силах СССР, о том, что Вагнер очень сильно убежал вперед, и Герасимов придерживает российские войска. И у меня даже, мы даже, насколько я понимаю, Герасимов это может делать в том числе и потому, что он понимает, что он должен будет чем-то останавливать украинское наступление. И точно так же, как Залужный придерживает резервы, получается, и Герасимов придерживает резервы, тем более, что у него есть возможность потратить Вагнер. Вагнер уже, кстати, за неделю потратился. Есть сейчас информация идет о том, что больше стало российских ВДВшников при выполнении наступления меньше Вагнера. То есть Вагнер обтачивается. Его с каждым днем все меньше и меньше его место занимают сейчас просто ВДВшники, пытаются также наступать по югу, пытаются форсировать реку Бахмутку, бьются уже в Бахмутку. Более-менее Вагнер еще в районе с севера Бахмута, то есть и в районе АЗЦМ, завода по обработке цветных металлов, и пытаются дальше по северу через Хромовая как-то выйти в сторону Часовьяр. Ну, там также останавливается. Общее направление россиян, которое они сейчас двигаются в районе Бахмута, оно все-таки, я бы сказал, больше на Славянск. То есть они уперлись в Бахмуте, в рубежи обороны, которые были правильно выбраны. Это не они сами уперлись. Были выбраны рубежи обороны. Шоссейка по югу Бахмута, по востоку Бахмута, река Бахмутка, по северу кромка этого завода. Вот с трех сторон, центр города, рубежи, отличные рубежи. Вот они целую неделю в них бьются, не пробились. То есть даже уже и сказать нечего. Очень большой напор, то есть не уменьшается количество обстрелов, увеличилось количество полетов самолетов. Ну, после того, как наши начали их валить, видать, желторотики выскакают, либо пофорсить решили, близко подходят к линии фронта, попадают под взведенные системы ПЗРК. Очень хорошо, кстати, польские системы сейчас себя показывают. Естественно, сбиваются самолеты. Но, тем не менее, авиация работает. То есть все средства поражения работают по центру Бахмута. Ну, вот уже вторая неделя идет, но рубежи обороны в районе Бахмута стоят. То есть правильно я понимаю, что единственное, что изменилось, это что рубежи обороны остались прежними, но Вагнер потратился, и там стало больше ВДВшников? Так и есть. Где-то на треть это точно. А смотрите, теперь все это делается для подготовки будущего наступления. И у меня есть несколько неприятных вопросов. Первый из них по прошедшему Рамштайну. Все ожидали, что на нем будут самолеты. Насколько я понимаю, самолетов, ну, скажем так, не так, чтобы есть. Ну, самолеты ждали на февральский Рамштайн, не на этот. Все поняли, что на февральском Рамштайне не решили вопрос по F-16, но решили вопрос по МиГ-29, причем в достаточном количестве для того, чтобы выполнить наступательные действия. МиГ-29 дадут, как минимум, я так понял, около трех эскадриль. То есть 13 самолетов передаст Словакия, у поляков несколько эскадриль самолетов. То есть только количество, минимум, три эскадрильи МиГ-29 будет. Из них, наверное, треть это точно, а то, наверное, и половина будет модернизованных израильтянами. Они надавили, скорее всего, на израильтян, и они сняли свой запрет на передачу модернизованных машин. Потому мы получим достаточное количество МиГ-29, а это значит, у нас будут примерно такие же самые платформы, как и F-16. То есть модернизованный МиГ-29, это, считайте, тот же F-16, Причем на котором летчикам переучиться нужно будет, ну, неделю, ну, дней 10 для того, чтобы научиться работать новой авионикой. И не более того. Здесь даже, я бы сказал, такое лучшее, может быть, с одной стороны, лучшее решение именно тогда, когда есть дефицит времени. И это было принято не на этом Рамштайне, а на прошлом, на февральском. Мы просто видели развитие событий. А на этом Рамштайне в основном принимали решение по количеству боеприпасов. Того, чего сейчас нам не хватает. Не хватает и в обороне, и не будет хватать в наступлении. Ну, много снарядов вообще не бывает. Чем больше, тем лучше. Потому принялось решение на этом Рамштайне, кто, сколько, с какой скоростью, по каким цепочкам и какой номенклатурой будут передавать боеприпасы. И тут же принялось решение по их восстановлению тех остатков, вернее, тех запасов, которые будут нам переданы. То есть произойдет такая замена. Причем она, с точки зрения военной, очень выгодна тем странам, которые нам передадут боеприпасы. Свои передадут. Любой боеприпас, у него есть определенный срок хранения, после которого он должен утилизироваться. Потому, такого рода утилизация и восстановление запасов, оно даже выгодно некоторым странам, в зависимости, конечно, от складских цифр, которые есть. Но, тем не менее, это выгодно. Поэтому по этому пути пошли. Вопрос, скорее всего, решали финансирование такого рода замещений. Вопрос решен. Определенное количество боеприпасов будет. То заявленное, которое нам нужно будет. Однозначно. А дальше уже смотрим погоду, смотрим заход техники. И начало определенных наступательных действий. У меня такой вопрос. А вот все это и самолеты, и танки, которые сейчас переданы, и снаряды. Вы считаете достаточными для большого, просто решающего наступления? Или это не совсем достаточно? Еще раз повторюсь. Много вооружений не бывает. Всегда нужно больше. Я бы на месте заложного сейчас бы вытащил бы все, что можно вытащить из наших партнеров. Расположил бы его во всех бригадах, которые только есть. В ТРО, в каких-нибудь нацгвардии, в тыловых. Вот даже патрулей бы милицейских в машину поносовал бы там ПТРК под самую завязку. Если есть такая возможность. Это самый оптимальный вариант, когда можно рассредоточить вооружение. А потом, когда нужно, уже целую бригаду, допустим, из того же Ровно-Тернополя, Браварей, Киева, из-под Чернигово, бригаду уже полностью до зубов напичканную вооружением просто переводить и выполнять боевые задачи. Это был самый оптимальный вариант. Потому, я думаю, мы же все-таки украинцы все, у нас в этом есть, в нас есть такое скопидомство в этом смысле. Потому, я думаю, и заложный щирый украинец, он также сложил все эти цифры и набирает максимальное количество оружия для того, чтобы выполнить как минимум 2-3 задачи. И выход на Азовское побережье, заход в Крым и, может быть, и выход в сторону части из-под Сватова. То есть, три основных направления, одно из них, вернее, три общих направления, одно из них будет основное, два второстепенных. Но их надо все три начинать, так как в таком режиме самый оптимальный вариант растянуть россиян на всю линию фронта. У них вообще шансов не будет, причем по всем трем направлениям. Они могут посыпаться по трем направлениям, из Херсонского направления, из Запорожского и на Луганском направлении. Но вишенка на Тортике, когда они начнут из Донецка подтягивать уже войска на Запорожское, Херсонское или Луганское направления, то еще и в Донецк можно будет зайти. Он опять будет пустой. Потому здесь уже будем говорить о наших генералах-затейниках. Они могут затеять что угодно, а когда исполнят, мы будем сильно восхищаться их таким прогнозированием и профессионализмом. Роман, вот смотрите, мы как раз все время все говорим о наступлении и говорим о том, что как раз Бахмут это дает время подготовить резервы для контрнаступления украинского. И в последнее время я со стороны Америки слышу то, что вы не наступаете, то вот, дескать, вот эта же самая статья в Washington Post о том, как все плохо и оружие символическое. И мы знаем, что в Америке есть партия мира. Это Бернс и Салливан, которые все время считают, что надо дать Путину сохранить лицо, иначе он уйдет под Китай. И, соответственно, вот это печальный вопрос, который, естественно, возникает. И выглядит он так. Вот нынешнее наступление и нынешнее оружие, которое дали после того, как Путин в январе отверг тот же самый план перемирия, предложенный Бернсом и Салливаном. И это оружие дадено фактически для того, чтобы прорвать Запорожский коридор. А что мешает Бернсу и Салливану или любым другим людям в партии мира после прорыва Запорожского коридора ВСУ? Возвратиться все к той же самой идее. Вот теперь Путин понял, что ему надо договариваться. Давайте договариваться. Юль, мешает ордер, выданный на арест Путина. Вот дух ордера, я бы с вами мог на эту тему проговорить и подискутировать или, допустим, какие-то свои соображения высказать. После того, как выдан ордер на арест Путина, все остальное уже не имеет значения. Мы выходим на госграницу с помощью наших партнеров. У нас же же партнеры, получается, за нами, как земля за колхозом навсегда. Они участвуют все в нашей войне и уже нет механизмов это движение просто остановить. А после, еще раз повторюсь, после выдачи ордера, это у Путина метка такая, которая, практически крест на нем поставлен. Причем это показатель для всех и нет смысла эту тему уже даже ее поднимать. И она просто исчезла. Она может быть была. Я сам посмотрел постоянно за этими двумя сладкой парочкой, Бернсом и Салливаном. Они всегда приносили нам большие проблемы в течение этого года. Их появление всегда останавливало наше движение, останавливало поток вооружения. И всегда связывалось это с ними. А вот сейчас, после выдачи ордера, который не будет отзываться, естественно, кто-то Путину сильно помог, я так понимаю, его получить. Все, вопрос снят с повестки дня. Однозначно мы уже выходим на госграницу, я так думаю, даже в этом году. Я абсолютно согласна в этом смысле. Я вот как раз в субботу говорила, что ордер обнулил все. Но тем не менее, я имею вот что в виду. Вот смотрите, давали явно недостаточно оружия. И было такое ощущение, что дают его как раз для запорожского наступления. И у меня было ощущение, что заложный, который мог понимать, что это, ну, в той прежней до ордера раскладе, что это его единственный шанс, что это главный шанс, что вот сколько украинская армия освободит, столько это может быть надолго и останется. Что он специально как можно дольше готовился, как можно больше копил, чтобы накопить на удар такой силы, чтобы он не просто, допустим, вылез Запорожский фронт, но чтобы он обрушил российскую армию до такой степени, чтобы можно было и в Крым зайти, и, может быть, действительно куда-нибудь на Донбасс зайти. То есть заложный копил силы и оттягивал силы именно потому, чтобы нанести страшный удар, и он понимал, что этот страшный удар может быть последним. Вот насколько такое соображение справедливо? Дело в том, что чуть с другой стороны посмотреть, и, может быть, и есть какие-то доли правды в вашем суждении, если посмотреть со стороны того, что оптимальный вариант для движения войск, связанных с количеством применяемого вооружения, с количеством потерь, времени на выполнение действия. Так вот, оптимальный вариант нанести удар один и остановиться в Керчи. Это самый оптимальный вариант именно при таком движении, вот движении на сторону Азовского побережья или в сторону Армянска, если это будет, допустим, из-под Херсона или из Новой Каховки. Вот это движение не 80 километров от Мелитополя, вернее, до Мелитополя из Орехова, а несколько сот километров до Керчи, до Кершинского моста с полным освобождением Крыма. И вот это как раз, скорее всего, на такого рода движение, уже механизмы этого движения, это уже все в Генштабе, оно засекречено. Но вот именно на такого рода движение, может быть, и, будем так говорить, копил, не копил, готовился, готовился Генштаб. Потому что с военной точки зрения это самый оптимальный вариант. То есть одним ударом зачищается Крым, а второй удар уже будет наноситься по Донбассу, в зависимости от той ситуации, которая сложится для выполнения этой задачи. Удерживать фронт в районе Донбасса намного проще, даже вообще никакой поддержки Европы и Америки, вообще никакой поддержки. Удерживать фронт легче на Донбассе, когда зачищен Крым, Запорожье и Херсонская область. Если оставить в Крыму военную группировку российскую, это оставит ее в тылу, и тогда будут очень большие проблемы. Они могут просто повториться через определенное время. Те проблемы, которые были в прошлом году, когда нашим войскам на Донбассе в тыл зашла крымская группировка. Потому я даже больше скажу, я бы даже не начинал движение в сторону Азовского побережья, если бы я не видел окончание движения уже в Керчи, с зачисткой фронта, с зачисткой Крыма. Тогда оптимально, если такого движения не получалось бы, тогда оптимально удерживать Запорожский фронт и Херсонский. Нам проще это делать просто в этом смысле. То есть тогда его вот так лучше удерживать. Потому я думаю, при расчетах как раз и заложный, и генштаб именно такого рода расчеты и удерживал в голове, и просчитывал. И, скорее всего, именно так и будет действовать. Только тогда, когда будет готовность полностью зачистить три области, Запорожскую, Херсонскую и Крымскую область, только тогда пойдет наступление. Готовность – это наличие сил и средств. То есть определенное количество техники, определенное количество номенклатуры вооружений и боеприпасов. Смотрите, мы же это тоже должны понимать. Я думаю, что он просто сейчас бережет, намерентировать приказы Путина о наступлении, а затем, чтобы в ходе украинского контрнаступления обороны российского. Герасимов точно понимает. Это же математика, все математики в ней разбирают. Ну, дважды, двадцать четыре. Потому и Герасимов это прекрасно понимает. И он точно будет сейчас беречь определенное количество войск, так как он понимает, что после выхода и зачистки Крыма, Крымской области, вся военная мощь украинской армии, а ее чуть больше, чем у российской, реально ее больше. И количественный состав, когда он развернется, допустим, только вдоль 400 километров Донецкого фронта. Здесь будут большие проблемы у россиян. Тогда, когда у нас не будет за спиной крымского российского гарнизона, то тогда вся мощь украинской армии может сосредоточиться как раз в районе Донбасса, а то и в районе всей госграницы Украины, то есть до Брянской области. Брянская, Курская, Белгородская. Это будет линия фронта. Линия фронта – вопрос в наступлении или удерживании наступления. Но, тем не менее, она начнет гореть. И вот уже Герасимов, понимая, что ему удерживать нужно будет тысячу километров фронта не Запорожского и Херсонского, прикрываясь Днепром и Каховским водохранилищем, а придется удерживать линию фронта в Брянской области, в Курской области, в Белгородской области. А удерживать там очень неудобно. Дело в том, что все западные берега, они же выше восточных. То есть там направление движения как раз наступательных войск, это вот можно начать и хорошо там еще вопрос, где закончить. Это обратно идти всегда тяжело с востока на запад. Все западные берега выше, а восточные ниже. То есть любая речка становится преградой. А нам идти на восток намного проще. У нас наоборот, у нас все берега наши с нашей стороны высокие, все берега противника низкие и пологие. Потому там не зароешься, не уцепишься. И сейчас у россиян большая проблема как раз по этим трем областям. Пока по этим трем областям. Почему они там и начали рыть укрепления, зубы там выставлять и т.д. и т.п. Затовятся как раз оборонять. Потому у Герасимова сейчас одна такая интересная дилемма. Вот он смотрит на будущую линию фронта, которая является границей между Украиной и Россией. Это тысячи километров. И он понимает, что с теми силными средствами, которые у него даже сейчас есть, он даже половину этой границы не удержит. Если будет принято решение украинской армии, допустим, все-таки демилитаризовать хотя бы 100-километровую зону. Ему надо по всем формальным расчетам на тысячу километров в миллион человек. Миллион человек он тогда может удерживать, более-менее зарыться и удерживать эту линию фронта. А то, что у него сейчас есть эти четыре сотни, но, во-первых, их не будет с такими темпами, как минимум тысяч пятьдесят, еще мы отминусуем, останется там 350 тысяч сотка, которая болтается, она же до сих пор не экипированная по России. Потому вот 350 тысяч человек у него может остаться, он линию фронта не закроет в тысячу километров. И у него это проблема. А если они еще сгорят на Запорожском и Херсонском направлениях, это около 100 тысяч человек на этих двух фронтах. Они могут просто сгореть, если сейчас наши войска двинутся, они не успеют уйти или начнут даже уходить, а мы их просто начнем догонять и давить на отходе. Отходить же там плохо, там очень плохо обороняться, а еще хуже отходить. Потому что отходить куда? На Азовском море? Придется же вытягиваться в кишку, в сторону Мариуполя. Нет смысла выходить на Крым, потому что Крым – это ловушка. Значит, это вся толпа, все 100 тысяч человек побегут в сторону Мариуполя, а мы сейчас прожигаем до Азовского побережья практически все. То есть мы просто эти 100 тысяч человек, ну как минимум больше половины, тоже сожжем. Кстати, вот почему, может быть, Шойгу с чем-то и выходил к Остину, я так думаю, с просьбой отпустить эти войска для того, чтобы они ушли на Россию, или как-то вопрос решить и как-то проговорить. И этот вопрос в том числе, чтобы не сильно били на отходе. Роман, вот из того, что вы сказали, два очень больших вопроса. Я даже начну с самого главного, но не с самого главного, я начну с того, что меня вызвало удивление, потому что когда вы сказали, что ВСУ может вторнуться в пределы России, значит, у меня возникло сразу несколько вопросов. Во-первых, тысячекилометровый фронт не только надо удерживать Герасимову, но, соответственно, у ВСУ, должны быть такие силы, а от таких сил, ну, тогда тоже нужно несколько миллионов человек. Это первое. Второе, Соединенные Штаты там 33 раза заставили поклясться заложного на Библии, Коране, Овесте и еще чем-то, значит, и Конституции Соединенных Штатов, что он не будет наносить удары по территории Российской Федерации западным оружием. И третье, самое важное, что поскольку эта война ведется за легитимные границы, и мы знаем, что там партия мира иногда даже Крым обсуждает, типа, а вот, а за, но зачем, то, ну, просто Украина лишит себя, вне зависимости от военной необходимости, Украина лишит себя моральных козырей, когда она зайдет на территорию юридически принадлежащую России за границей 91-го года. Как, ну, как это самое, как страшилка, как зеркалка, вот типа, вы Крым, а мы Брянск. Это я прекрасно понимаю, но как реальный военный план мне это кажется абсолютно утопией. А нам зачем заходить? Никто заходить не собирается. Нам чужого не надо, мы же не россияне. Нет, демилитаризованная зона, это стокилометровая зона, которая попадает под удары нашей дальней артиллерии и средств поражения. Вот как, вот, кстати... Но не американские? Конечно, нет. Украинская у нас хватает. Уже ольха вышла. Хорошо. Я так понимаю, ольхи уже хватает. Работает сейчас серьезные, где-то 250-килограммовые боеприпасы. Это как раз где-то ольха и есть. Вот эти 100 километров сейчас по Запорожскому фронту до Азовского побережья, ровно 100 километров. Вот мы их прожигаем. Каждый день на тот свет уходят пороки, по две на Запорожском фронте. Они до сих пор, кстати, по казармам живут. Ну, правда, не по казармам, а куда-то заползают в какой-нибудь детский садик или школу или какое-то административное здание. Заходят ротами. То есть до сих пор они ротами так и располагаются. А, естественно, наши службы вычисляют и туда прилетает. Прилетает уже хорошее. Я еще раз говорю, прилетает не Хаймерс 90-килограммовый, там 5-6 ракет, как раньше это было. Прилетает одна, где-то 250 килограмм, и она разносит все. Одной ракеты хватает для того, чтобы отминусовать роту, как минимум. А вот такая же демилитаризованная зона будет вдоль этой тысячекилометровой границы между Украиной и Россией. Нам придется ее выполнять. То есть на глубину работы нашей артиллерии мы будем выжигать все военные объекты. Нам надо, во-первых, достать до С-300. С-300 никуда же не денутся. Их там тысячи ракет. Они будут работать. То есть нам надо до дальности. Это уже 150 километров. То есть нам надо еще будет решать вопрос. Даже, может быть, и 100 километров не хватит демилитаризованной зоны российской. Где-то 150-200 километров пробовать и работать по военным объектам. Деваться просто некуда. Потому что, ну, по-другому, Харьков будут С-300 до второго пришествия обстреливать. Там просто жить нельзя будет. Там полтора миллиона человек живо. То есть вынужденная мера, которой будут заниматься украинские войска. Мы выйдем на границу, на госграницу. Естественно, проведем определенные заградительные мероприятия. Будут отрыты сейчас они уже отрыты. Дело в том, что уже проведены некоторые мероприятия. Усилятся. Дальше подойдет дальняя артиллерия. Начнем выносить все, до чего достанем в сторону России. Деваться просто некуда. Вариант другой. Это значит, Харьков будет примерно такой же, как Маренко или, допустим, тот же Бахмут. Лунный пейзаж. Потому, а вот уже вопрос будет у Герасима. Ему придется со всем этим как-то бороться. То есть, вот ему для этого надо около миллиона человек. Хорошо. Вопрос про Курск и Брянск понятен. Самый главный вопрос второй. Вот когда вы сказали, что российские войска побегут, у меня тоже было ощущение, что главная, ну то есть такая сверхзадача, которая стоит у заложного, это произвести каскадное обрушение фронта и сделать так, чтобы российские войска побежали. Но одновременно я понимаю, что любой план, который основан на том, что противник должен оказаться слабым, понятно, этот план не соответствует принципам Суньдзы, которые не устарели, что не надо полагаться на то, что противник будет делать ошибки. Вот, соответственно, у меня два вопроса. Первое. Вот до сих пор, за исключением Харьковской операции, российские войска не бежали. Первое. Почему они не бежали до сегодня? Потому что мы знаем, что реально в войсках очень много недовольных. И второе. Второе. Почему вы считаете, что они побегут? Так мы же не наступали три месяца. Мы нигде не наступаем. Ни на Херсонском фронте, ни на Запорожском фронте, ни на Донецком. Вот наступательные действия проводятся только в районе Луганского фронта на Сватово. И, кстати, вдоль дороги с твердым покрытием, то, что мы с вами и говорили. Пока идет, еще раз, Грета Тунберг, вспомним, книг вечера будет помянутой, движение сейчас из-за слякоти идет только вдоль дороги. Вот одна дорога, вдоль которой сейчас идет движение украинских войск. А больше мы нигде не двигаемся. От чего им бежать? Вот когда мы начнем двигаться, реально, когда подойдут несколько корпусов, будет около до 70 тысяч человек, где-то примерно так, с натовским вооружением, с натовской тяжелой техникой, с определенным количеством боеприпасов, уже понятно, около 300-350 тысяч, наверное, это как минимум, это все тысяч под 30 в сутки вывалится, допустим, в районе Орехова или Голиополя, Гаврюв, допустим, или того же Ухлидара, это Хайшенвей, по-моему, да, Владивосток уже по-китайски звучит, 155-я Хайшенвейская бригада, она же будет до этого Хайшенвей бежать. То есть это мощная сила. И вот только тогда увидим, как русские бегут, россияне, вернее, не русские, потому что русских там не совсем много, а россияне, там сборная солянка. От новгородцев до бурят россияне. А вот потому у них нигде никто и не бежал, мы и не видели, потому что мы не двигались, мы стояли в обороне, мы уничтожали российские войска, уничтожали ту силу, которую россияне подтянули, к нам иногда под нос, то есть не надо где-то бегать в тот же Бахмут или в тот же Солидар. Они собрали определенное количество, нам подвели, на убой называется. Потому и работали в Солидаре, отошли, работаем сейчас в Бахмуте, потому что они туда лезут. Вот они не лезут, допустим, в районе того же Углидара. Полезли, получили, оттянулись, никто же за ними не бегает. Или в районе Орехова. Двинулись, получили, оттянулись, опять стоят, тихо курят в сторонке, ждут наступления. А вот там, где они лезут, они там уничтожаются. Авдеевка. Основные сейчас это Авдеевка, это Бахмут и Кременная. Вот три точки, где россияне сами лезут на пулемет. Ну, вот за что за ними бегать? Уничтожаются они там, а наступление начнется, тогда они уже побегут. Роман, и тогда последний вопрос. Опять же, Герасимов это должен понимать. И более того, это должен понимать даже Путин. Причем он должен понимать, что тогда ему конец. У него есть единственный ресурс – пушечное мясо. Вот что в связи с этим Путин будет делать с мобилизацией? Потому что я вижу какие-то непонятные движения. То ли она готовится, то ли она не готовится, то ли вот повестки рассылаются. Что, с вашей точки зрения, будет происходить внутри России с дальнейшей мобилизацией? С учетом того, что мы только что обсуждали. Как раз все понятно. В прошлом году, перед Новым годом, по-моему, за месяц-полтора, был указ об увеличении, вспоминайте, об увеличении численного состава вооруженных сил России с миллиона 150 тысяч до полутора миллионов. Они вот это рассказывали несколько месяцев, что они увеличивают, увеличивают, увеличивают. Это за счет контрактников. Так вот, на контракт никто не пошел. Сказки порассказывали, расширили, причем расширили штатные расписания частей, куда эти 400 тысяч, 350 тысяч должны были зайти, предполагаемых контрактников, а никто не пришел. И теперь принято, опять же, довольно-таки грамотное решение повесить это все на губернаторов. Разослали определенные нормы по привлечению личного состава на каждую область. Примерно на каждую область по 10 тысяч человек. Или область, или образование, там около 40, еще раз повторюсь, вернее, повторюсь, я так образно скажу, около 40 таких областей образования государственных, каждые по 10 тысяч человек. И теперь губернаторы со своего кармана должны будут профинансировать заход предполагаемых контрактников под контракт с вооруженной СССР Украины. Вот так вот они сейчас будут это делать. Губернаторы, каждый, исходя из своих возможностей, количество украденного до того, до этого указа или, допустим, каких-то моментов, связанных со своей профессиональной деятельностью, они сейчас будут привлекать либо финансовые ресурсы, либо там, ну, кто икру получит, кто шубу, кто, допустим... Нет, ну, губернатор все-таки не из своего кармана, а из бюджета области. Ну, вопрос такой, я уже не буду смотреть, откуда, вопрос такой, что каждый губернатор... Российский губернатор Роман из своего кармана ничего на Путина не потратит. У него не для того он этот карман купил. И ничего его не заставит. Пусть бы вам виднее тут... Кстати, все губернаторы примерно одинаковые, это я так мягко намекаю. Потому вопрос такой, что правильное решение, то есть повесили это все на губернаторов, 10 тысяч человек с губернии, должны выставить, опять слово выставить, профинансировать и простимулировать движение определенного количества предполагаемых военнослужащих на контракт. Это примерно делается тоже просто. Тот же губернатор вызывает областного начальника, областного коменданта и ставит ему задачу. 10 тысяч повесток завтра раздавать. Начинают раздавать повестки. Повестки раздаются вроде как под мобилизацию, не сильно спрячешься, там очень страшные вещи у россиян. Когда появляется человек в мобилизационном пункте, ему предлагают, вот смотри, если идешь по мобилизации, то будешь получать 3 рубля, а вот если контракт подпишешь вот туда, куда Путин позвал, будешь получать 5 рублей. И вот такое движение оно будет. И жена получит шубу, когда тебя обратно в пакете привезут. Все, и вот так это будет сейчас происходить. Они наберут не быстро, это будет определенное время, они за полгода никого не набрали, то есть где-то за полгода они может реально тысяч триста еще поднаберут, то есть грубо где-то ближе к осени эти контрактники в конце концов будут появиться и как-то их могут подготовить опять, примерно подготовить. А где их будут обучать? Одежка, еда для них есть? Но не еда. Вот это ж проблема, это как раз та проблема, которую, во-первых, решит опять же губернатор, это ж не просто так на губернаторов повесили, значит уже одежка, еда, это уже на губернаторе, он уже найдет какие-то это финансирования, ну а дальше военную амуницию будут пытаться смастерить уже оборонпром российские за все это время. Причем по времени это вот примерно начнется, это уже началось, еще месяц может будет продолжаться, тут будет понятно, будет 1 апреля объявлена мобилизация, вернее призыв на срочную службу, по идее должны призывать на срочную службу с 1 апреля, тогда мобилизационная система на 2 месяца будет заблокирована, хотя могут перенести до мая, ну на май, то есть тогда вот месяц они еще где-то подсоберут, 1100, опять некуда их будет, нечем будет их обмундировать, вернее обмундировать может и найдут, китайцы помогут, а вот на броню уже не посадишь, потому опять эта система забуксует, она уже буксует полгода, то есть они дальше будут так вот буксовать, живой силой, а что толку Абрамсу или Ф-16, даже в них 29-му количество живой силы, когда он сбрасывает 9 тонн авиабум, так там чем больше внизу, тем лучше, ну в этом смысле, в одной точке, если бы только собрались и все, потому здесь уже живая сила, она уже ничего не решит, вот после того, как мы получили вооружение, мы его уже получили, она уже ничего не решает абсолютно. Но если Путин собирается все это разворачивать к осени, у него время до осени есть? Ну у Путина может быть и до лета уже времени сильно нет, но здесь наверное больше к вам, тут вы больше знаете, это российское все-таки политикум, российские отношения внутри, видовые, и кто его знает, есть ли у Путина время, когда его придавят или навернут табакеркой, ну это только вы, наверное, знаете, вы можете спрогнозировать, а мы уже. Нет, это никто не знает, потому что табакерка и саня, иначе они не прилетают. А это была Юлия Латынина и Роман Светан. Роман, спасибо вам огромное. До свидания. Да, и вам, наши дорогие зрители, тоже до свидания, и не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки, оно вполне того, на мой взгляд, заслуживает. и не забывайте подписываться на наш канал, но не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не забывайте Продолжение следует...